Всем привет, с вами канал eWebDesign, меня зовут Александр Гончаров, надеюсь узнали. И мы на этом канале постоянно экспериментируем с разными форматами, рубриками. Когда-то мы начинали с обзорных роликов на веб-технологии, потом какие-то там уроки записывали, потом начали делать наш подкаст, потом еще один подкаст попробовали, на другом канале запустили стримы. Вот новая рубрика, назовем ее Hands-on, руки на. Вот, и короче говоря, в этой рубрике мы будем распаковывать какие-то девайсы, которые мы купили к нам в редакцию, купили к нам на канал, так скажем, вот, и распаковывать вообще все, что в руки нам попадается, и делать на это микрообзоры. Просто вряд ли нам какой-нибудь там Эльдорадо будут давать какую-нибудь технику на обзор, хотя мы бы очень этого хотели. Вот, но тем не менее, вот то, что к нам в руки попало, мы на канал запишем, распакуем, расскажем, почему именно это, кто это приобрел, зачем и так далее. Вот, например, сегодня, я думаю, мы посмотрим с вами на AirPods Pro. Это наушники от Apple новые с шумоподавлением. Сейчас мы их распакуем, я их потом послушаю, расскажу вообще о впечатлениях. Потому что, в принципе, я пользуюсь оригинальными AirPods, ну, не оригинальными, которые AirPods 2. Я имею в виду без шумоподавления и без вот этих вот резиночек. Не внутриканальные, без амбушюр. Вот, расскажу о том, о сравнении, вообще, стоит ли покупать AirPods Pro, сколько они там стоят. Короче говоря, обычный классический обзор, как вы уже видели в интернете, только вот поинтереснее. И вот она коробочка. Вот так выглядит спереди. Здесь такой объемный принт AirPods. Сверху написано AirPods Wireless Charging Case. Ну, надо сказать, что AirPods Pro без Wireless Charging Case нет. Они все, у них у всех такой вариант. Несмотря на то, что у AirPods 2 был вариант с беспроводным, с кейсом, который поддерживает беспроводную зарядку. И нет, здесь только такой вариант Apple. Вот их юридический адрес. Вот так они выглядят. Как вы видите, чехольчик более такой плоский и широкий. Ну, мы потом посмотрим в сравнении с обычными AirPods'ами. Снизу здесь классические всякие штрих-коды, серийные номера. Не надо только регистрировать эти наушники. Здесь, соответственно, яблочко. Здесь тоже яблочко. То есть, боковинки у них одинаковые. Тут есть вот этот язычок, за который нужно распаковывать. Никакие ножи вам не нужны здесь для того, чтобы... канцелярские для того, чтобы вот здесь аккуратно вырезать там и так далее. Упаковка Apple всегда предназначена для распаковки. То есть, можно просто будет оттянуть. И да. Но давайте не будем тянуть. С оттягиванием. Просто она вот так снимается. И все. Соответственно, AirPods Pro. Кстати, вот этот принт не объемный. Он какой-то такой, более простой. Приподнимаем коробочку. Оп. Давайте посмотрим. Здесь изнутри тоже какой-то штрих-код. И все. Коробка плотная, приятная. Такая хорошая. Тяжеленькая. Убираем ее. И что у нас здесь? Designed by Apple in California. Классические бумажечки. Давайте прям по одной посмотрим. AirPods Pro. Это гайд. Видимо, здесь написано. Press to play or pause. Здесь написано, что есть вот эта вот контактная площадка, на которую можно жать. И это классно. То есть, у оригинальных AirPods'ов можно было по ним тыкать два раза. И можно было забиндить двойной тык на левый наушник, двойной тык на правый наушник. Вот. А здесь круто. Здесь можно один тык, два тыка, три тыка переназначить по-разному. Это офигенно вообще. То есть, очень часто мне приходилось просто вынимать один наушник, чтобы, ну, на паузу поставить. Здесь можно будет нажать и не вынимая, так сказать, просто да. Здесь есть, соответственно, режим шумоподавления. И для того, чтобы его включить или выключить, можно нажать вот на... на нее долго жать. Press and hold. И можно переключаться между режимом активного шумоподавления и режимом transparency. Это, короче говоря, активное шумовыдавание вам. Короче говоря, микрофоны слушают, что происходит на улице и транслируют вам в уши еще сильнее. То есть, это, грубо говоря, вариант, как будто вы идете без наушников. Я послушаю, как это в реальности звучит и вам расскажу. Здесь, соответственно, change ear tips, смена насадок. В комплекте есть, соответственно, три вида, три пары насадок. И я уже слышал фидбэк от людей, что любые классические насадки, которые вы покупаете к другим внутриканальным наушникам, сюда не подходят. Надо именно эпловские. Но я уверен, что на Алиэкспрессе через месяц уже или даже сейчас будут 10 тысяч разных вариантов насадок, именно которые подходят для AirPods Pro. Так, дальше charge wirelessly. Беспроводная зарядка. Наушники AirPods Pro заряжаются в чехле. Поместите чехол индикатором заряда вверх на сертифицированное зарядное устройство QI. Также можно заряжать через Lightning. Ну, через Lightning это как вы привыкли. Зарядное средство QI, это такие подошвы, которые беспроводные зарядки кладете. Вы на них все складываете сверху, ну, нужным контактом там вниз или вверх, и оно у вас заряжается. Так, с другой стороны у нас картиночки. Написано, что для подключения к iOS новейшей версии выполните шаги 1.2. Первый, включите Bluetooth. Да ладно. Второй, подключите AirPods Pro. Откройте чехол, поднесите к разблокированному iPhone, следуйте инструкциям на экране. То же самое, как с оригинальными AirPods'ами и AirPods 2. Вы открываете чехол, там всплывает хреновина, и все работает. Use with your other Apple devices. Теперь наушники AirPods Pro работают со всеми устройствами, на которых вы вошли в iCloud. Это круто. То есть не нужно их привязывать к нескольким разным телефонам, если вдруг они на одном устройстве, все автоматически работает. И здесь подключение к другим устройствам. Когда он находится в чехле с открытой крышкой, нажимаете кнопку сзади, пока индикатор не начнет мигать. Затем откройте настройки Bluetooth AirPods Pro. Это если вдруг вы прибиндели их к своему телефону, в моем случае жена тоже их попросила, эти наушники, нужно будет через кнопочку их прибиндить еще и к ее телефону, к ее учетной записи, и тогда все сработает. Так, ну-ка, головоломка. Смогу ли я ее сложить? Да, я смог сложить обратно, как было. Так, что у нас дальше здесь? У нас здесь куча гарантийной информации. Не суйте наушники в розетку, не засовывайте их в раковину. В общем, все как мы привыкли. И никаких наклеечек. Неужели это правда? И нету никаких наклеечек здесь. Да, уж тут была новость где-то, что Apple будет прикладывать AirPods Pro к новым, или просто обычные AirPods. В общем, какие-то AirPods будут прикладывать к 12-му iPhone или к 12 Pro. Но очень много было шуток по поводу того, что и уберут оттуда наклейки. То есть, видимо, это как раз отсылка к тому, что в AirPods Pro нет наклейки. Может быть, они там где-то внутри еще сейчас будут. Ладно, не будем спешить. Вот он сам кейс. Соответственно, он тоже вот так вот аккуратненько снимается. И вот здесь вот так вытаскивается. В принципе, при желании можно даже эту хреновину сохранить и перед перепродажей на БУ рынке ее обратно сделать, чтобы лишние 500 рублей накинуть. Вот здесь индикатор теперь беленький, как вы видите. И он беленький, наверное, потому что он ожидает какого-нибудь телефона для того, чтобы связаться. Вот они сами наушники. Здесь, кстати говоря, все такие думают, а, как их вытаскивать, непонятно как. Я почему-то не испытал сейчас никакого дискомфорта. Просто берешь и вытаскиваешь. То есть, ну, они, конечно, такие удобные. Удобный хват. У меня, как и сейчас, не мокрые руки, поэтому у меня нет никаких скольжений. Вот так они выглядят. Они выглядят очень маленькими, миниатюрными по сравнению с оригинальными. Если я сейчас вам покажу классический AirPods, он, ну, короче говоря, он прям больше. То есть, он сильно больше. И значит, они будут более аккуратно смотреться в ушах. Здесь вот, соответственно, надеты... Наверное, здесь надеты средние резиночки. Я точно не готов сказать. Вот. Что-то они как-то не очень снимаются. Я не буду рвать сейчас на камеру. Лучше порву потом не на камеру. Смотрите, здесь даже видно микросеточка, через которую там проходят... Это, наверное, датчик-микрофон, который слушает... Да, это, который слушает череп. Вот этот, который слушает снаружи. Вот он тоже видно, сеточка. Вот здесь теперь нету микрофона, потому что он с этой стороны. Вот. Контакты для зарядки по-прежнему снизу. Здесь написано, правый он или левый. Ну и, соответственно, где-то здесь есть вот эта контактная площадка, кнопка, на которую надо жать. Посмотрим, как это будет в реальной эксплуатации выглядеть. Я очень надеюсь, как человек, который пользуется AirPods'ами оригинальными и брал их в первую очередь как гарнитуру для того, чтобы записывать stories в Instagram или аудиосообщения в Telegram, я их брал для того, чтобы, ну, на микрофон что-то записывать. И у оригинальных AirPods'ов, ну и у вторых, настолько говеный звук с микрофона, что хотелось просто их выкинуть обратно и Apple сунуть, сказать, чуваки, сделайте нормальный звук. Я очень надеюсь, что из-за того, что микрофон теперь будет не здесь и он не будет там в шапке запутываться, а будет он здесь снаружи, может быть, каким-то хреном звук будет лучше. Проверю, вам расскажу. Там внутри также два контакта для зарядки. Если мы второй вытащим, там, соответственно, тоже. Вот. Вот так. Это что такое? Или это я их перепутал, да, сейчас? Нет, я их не перепутал. Странно. Как-то не защелкнулся он внутрь левый. Ну, хотя нет, теперь защелкнулся. Короче говоря, прикольная штука. Мне всегда было непонятно. У оригинальных AirPods'ов там был бугорок такой внутри, за который они фиксируются. Здесь бугорка нет. Ну, тут опять же там куча информации сертифицированы. 5 вольт, 1 ампер. 2 амперника можете не пытаться заряжать, видимо. Потому что они все равно только 1 ампер хавают. Вот Lightning, через который можно заряжать. Ну и, соответственно, вот этот контакт, видимо, он в том числе беспроводно заряжается. То есть их надо вот так индикатором вверх класть на док-станцию, и оно будет заряжаться. Вот, кстати, та кнопка, через которую можно перебиндинг выполнять. Она здесь. Здесь она едва жмется. То есть, ну, вы чувствуете, как бы, но... О, нормально, красненькая. Показывает, видимо, уровень заряда, что они заряжаются. Наверное, что кейс не полностью заряжен. Как-то так. Вот, давайте посмотрим, что здесь еще осталось в коробке. Цвет мигнул. Здесь у нас пары резиночек. Безиночек, амбушюр. Соответственно, блин, будем пробовать их как-то. Вот. Они вот так раскрываются аккуратно. S и L. То есть, надеты средние, здесь есть большие и есть маленькие. Я на самом деле даже как-то и думаю, что мне подойдут M. Вот. А другим людям напишите в комментариях, как вам. Потому что у меня, например, если мы говорим про оригинальные AirPods'ы, очень много кто жаловался, что они выпадывают из ушей. У меня ни разу не выпадывали. Несмотря на то, что я их ношу вот так вот под углом. То есть, ну вот так. Они у меня торчат в стороны, когда я ношу. Я только когда снимаю какую-нибудь футболку и так далее через горловину, я их могу каким-то образом выронить. И так, в противном случае, они мне никак не выпадывают. Поэтому я думаю, что мне и в случае с AirPods'ами Pro стандартный медиум вариант подойдет и будет вообще удобно и хорошо. И теперь главное разочарование. Это зарядный провод. Он все так же с одной стороны Lightning. Вот он здесь. А с другой стороны USB-C. То есть, для тех, у кого есть либо MacBook, либо какой-то там Windows PC или ноутбук. На самом деле, уже с 2017 года во всех Windows ноутбуках, более-менее топовых, есть USB-C разъем. То есть, можно от него заряжать. Но если вдруг у вас нет такого компьютера, то вам придется покупать специализированную Apple-овскую зарядку. Ну, не обязательно Apple-овскую. Короче говоря, зарядку, в которой на вход берет USB-C, точнее, на выход. На выход дает USB-C и вставляется в 220. Здесь в комплекте нет такого адаптера. То есть, эти наушники вы можете заряжать либо от ноутбука и компьютера, которые у вас уже есть, либо вам нужно покупать дополнительный аксессуар для зарядки через USB-C в 220 вольт. Я не знаю, насколько это вообще этично со стороны Apple продавать девайс за 21 тысячу рублей и еще при этом заставлять покупать... По-моему, 3 тысячи стоит официальный Apple-овский вот этот вот зарядничек. Вот. Или 2 там 500. Ну, что-то, в общем, такое. Вот. Я байте покупал такой зарядник вместе с вот таким же проводом для того, чтобы он быстро заряжал iPhone. Начиная с 8-го iPhone. Есть там SuperFast USB Charge, который именно вот тот USB-C зарядник выдает, потому что у него там то ли 18 ватт, то ли даже еще там больше. Какие-то большие суммы, большие количества. Поэтому вот эта подстава от Apple, я не знаю, насколько оно... Пишите в комментариях, что вы думаете. Мне было немножечко годливо по этому поводу. То есть, они действительно заставляют либо воспользоваться AirPods Pro... Ладно, что я его тут храню-то, надо распаковывать. Либо пользоваться AirPods Pro вкупе с каким-нибудь MacBook'ом, на котором у вас есть USB-C, и вы можете там зарядить. Вот. Либо покупать какой-то девайс, либо там... Ну, у меня вот, например, в компьютере в PC есть такой. То есть, для меня это не составит никакого труда их заряжать. Вот. Но, например, бате мне пришлось купить адаптер. У него вообще компьютеров нет. У него только iPad и iPhone. Поэтому, да, для него пришлось купить отдельную USB-C зарядку. Поэтому, да. В общем, вот, да. Считайте сами. Если вдруг вы покупаете, так сказать, на сухую AirPods Pro, то... Надо их хоть положить в кадр. То, соответственно, вы еще и обрекаете себя на покупку аксессуара для зарядки. Вы, конечно, можете пойти и купить что-нибудь китайское за 300 рублей в переходе, для того, чтобы именно... Просто USB-C, там, 2-амперник какой-нибудь, там, 15-ваттный, там, или что-то типа того. Вот. Но для того, чтобы было классно, надо будет покупать настоящий Apple-овский вариант. Если сравнивать с вот таким кейсом от оригинальных AirPods, он у меня уже даже немного люфтит. Супер активное использование. Вот. Кстати, он грязнится. Вкусненько. Сейчас женщины и дети, уйдите от экрана. Я показываю свой кейс. Здесь действительно страшно. Надо будет его почистить, во-первых. Во-вторых, вот они, видны те бугорки, о которых я говорил. Что они там придерживают, я не очень понимаю, но вот да. Вот. И, короче говоря, оно, конечно, по размеру, вот они. Кейсы различаются. Этот теперь более плоский. Но хотя, если его повернуть, в принципе, габариты плюс-минус одинаковые. Поэтому, да. Здесь тоже была эта кнопочка. Здесь тоже была типа контактная площадка. Хотя вот этот вот, это без беспроводной зарядки кейс. Вот можно будет его когда-нибудь поменять на кейс с беспроводной зарядкой, для того, чтобы дать этим AirPods 2 новую жизнь. Вот. Ну, да. Вот так это как-то выглядит. Следующая часть обзора будет уже про то, как я вот попользовался AirPods Pro. И расскажу вам о различиях, о том, стоит ли это покупать и так далее. Распаковка закончена. Так, ну, я неделю попользовался AirPods Pro. Вот они здесь. Я даже не сильно зацарапал этот кейс. Я не знаю, видно или нет. Но, надеюсь, видно. Так вот. Во-первых, я говорил о том, что для меня самое критичное вообще в этих наушниках, это то, как они могут выполнять функцию гарнитуры. То есть, микрофон. То есть, ну, гарнитура это то, что я использую, когда либо записываю там сторисы, либо пишу аудиосообщения в Телеграме, либо, соответственно, разговариваю по телефону. Так вот. Я переживал о том, что у них будет такой же плохой звук, как у предыдущих AirPods. И так и есть. То есть, звук здесь сильно лучше не стал. Вот. Слава богу, хоть хуже не стал, во-первых. А во-вторых, да, но есть такой момент, когда мы у предыдущих AirPods, когда я записывал звук, он пытался как-то там вторым микрофоном ловить шум и вычитать шум из моей речи. Типа, чтобы более чистая речь была. По факту вычитал половину речи, ни хрена было непонятно. Сейчас звук все такое же говно, просто откуда-то из помойки, из бочки. Вот такой вот звук какой-то был. Но хотя бы при этом он не вырывает слова из контекста. То ли более умно стал вырезать шум, то ли хрен его знает, но вот тем не менее. Кстати говоря, я не знаю, может быть это плацебо, может быть это реально так, но когда включено шумоподавление, такое ощущение, что при записи голоса тоже вот это шумоподавление срабатывает, срабатывает более-менее нормально. То есть, прям такой чуть-чуть чистый звук. Он по-прежнему откуда-то вот так вот, но он хотя бы, да, можно все разобрать, и это здорово. То есть, я теперь больше никого не мучаю, когда записываю аудиосообщение в Телеграме, тем, что у меня там половина пропадает слов и так далее. Вот. Что касается удобства самих наушников, то есть, когда я их втыкаю в уши, я позволю себе это сделать прямо здесь и сейчас, вот, они не выпадают. То есть, я могу делать любые какие-то движения головой, они, как и предыдущие, они не выпадают, и резиночки, амбушюры размера M идеально мне подходят. То есть, там даже в телефоне есть такая графа, называется «Прилегание к ушам», и он как-то вот слушает с микрофонов, видимо, прижат ли вот этот микрофон правильно к вот этот вот, прижат ли он правильно к черепу, и не проходит ли там каких-то шумов. Он мне пишет, что у меня M хорошо прилегает, зелененькая горит, все классно. То есть, что касается удобства использования, оно прям вообще топ. Ничего не выпадывает, удобно. Они более такие, более... Все, я забыл слова. Они менее громоздкие, короче говоря, более убористые такие, они не мешают вообще. То есть, и шапка спокойно поверх них надевается, и вообще, то есть, они удобно используются. Что касается вот этой кнопки, я пересмотрел распаковку перед тем, как записывать эту часть, чтобы никаких открытых вопросов не оставалось. Я не мог найти кнопку, это смешно, она вот. То есть, если наушник смотрит вот так вперед по направлению движения, вот спереди находится эта кнопка «Контактная площадка». Вот. Она дико удобная. Это самая главная фича для меня в этих наушниках по сравнению с предыдущими. Это вот эта кнопка. Она есть и на правом, и на левом. Я просто показал только на правом. И она работает как классическая айфоновская гарнитура, которая была у нас всегда проводная, я имею в виду. То есть, можно на одно нажатие поставить на паузу трек, взять телефон, там, и так далее. Это очень круто, это невозможно переоценить. Вот. На два нажатия можно, соответственно, поставить следующую песню на три нажатия предыдущую. Вот. То есть, я, конечно, на предыдущих AirPods'ах тоже забиндил вот этот вот двойной стук на левый. Это предыдущая песня, на правой это следующая песня. Вот. Но с кнопкой это как-то органичнее. У нее причем внутри как будто бы какой-то типа хаптик-энжин тоже. Потому что по факту, когда наушники не надеты, ты ее прожимаешь, она никак не реагирует на нажатие. Но когда наушники на голове, она опинывает тебя обратно в палец, и, соответственно, ты чувствуешь нажатие. Это прикольно. Мне вообще понравилось, когда они ввели в это в айфон, начиная с семерки, этот хаптик-энжин, что вместо обычного вибромотора, который вот так делает, он просто тебя отпинывает в руку, и это прикольно. Что касается режимов шумоподавления и прозрачности, шумоподавления, оно не стопроцентное. То есть оно действительно кучу всяких фоновых шумов убирает, но и голос ты сквозь него слышишь, и какие-то резкие громкие звуки ты тоже сквозь него слышишь. Я бы даже сказал, что это фича, а не баг, потому что, ну, это же удобно, это, в общем, безопасно. Как минимум, ты идешь, и если тебе погудят в задницу прям это, ты уже не обосрешься от страха, но и хотя бы услышишь это, и, в общем, ну, сможешь среагировать, там, отойти или, там, вытащить человека из машины, избить его и угнать его в автомобиль. То есть вариантов всегда несколько. Вот. Но ты хотя бы это услышишь сквозь шумоподавление, но вот этого общего просто такого шума, гула и так далее его не будет. Поэтому, в принципе, при прослушивании музыки на улице вполне можно включать шумоподавление. Я пробовал. Пешком ходил. Ты слышишь критические вещи вокруг себя, но ты не слышишь, даже птичек слышишь. На самом деле, я для себя с удивлением обнаружил, что сквозь шумоподавление слышно, как птицы поют, но не слышно просто вот этого шума улицы, который, ну, короче говоря, это надо просто попробовать. Вот. И в отличие от наушников Sony 1000XM3, которые я тоже слушал на поза прошлой недели, тоже вот эти, ну, у меня их здесь, разумеется, с собой нет, потому что я их не покупал. Это у моего коллеги такие есть. И, короче говоря, они, во-первых, не так красиво выглядят. Ну, то есть, про дизайн мы даже здесь не говорим. Само шумоподавление там очень давящее. Оно больше звуков вычитает, это правда. То есть, сквозь то шумоподавление, в принципе, ты можешь каким-то образом полностью выйти из этой жизни и понять, как бы, что там происходит. Вот. Но при этом, когда ничего не происходит, когда ты и так сидишь в пустом офисе и там никого нет, они давят до свидос, просто невозможно находиться. Такое ощущение, что тебе вот так кулаками сильно вот так вот сдавливают уши и хочется быстрее их снять и никогда больше не надевать и не включать этот режим шумоподавления. Когда ты слушаешь музыку, оно, в принципе, ну, как бы... Я про Sony сейчас возвращаюсь к Sony. Когда ты слушаешь музыку в них, оно не так чувствуется. Но как только ты выключаешь музыку, просто сидеть в пустоте в режиме шумоподавления в наушниках Sony невозможно в принципе. То есть, это несовместимый с жизнью эксперимент. А в AirPods'ах с шумоподавлением спокойно можно сидеть, ты привыкаешь. Может быть, они действительно там какие-то отверстия высверлили, чтобы там через них давление выходило. Я не знаю, как бы, с точки зрения инженерных вещей, как это сделано, но в использовании они в 100 раз приятнее в режиме шумоподавления. Что касается режима прозрачности, это тоже топ. Топ, я словил кайф от этого режима, когда ты сидишь просто дома, и ты сидишь в наушниках, потому что ты знаешь, у тебя только что был рабочий созвон, через 15 минут у тебя еще один рабочий созвон, и в принципе, ты иногда, когда у тебя там как-то более фоновая работа, ты включаешь там какой-нибудь трек, музыку там, или что-нибудь на YouTube фоном. Ты в принципе... Я включаю режим прозрачности для того, чтобы более далеко... То есть в шумоподавлении ты слышишь то, что происходит в радиусе, там, не знаю, 3 метров вокруг тебя. В режиме прозрачности ты слышишь, в принципе, все, как будто ты не в наушниках. То есть микрофон ловит все, что происходит вокруг, и тебе в уши его транслирует этот шум вокруг, и ты как будто бы сидишь вообще без наушников. Это круто. Без шумоподавления и без прозрачности, когда просто у тебя заткнуты уши, ну, вы можете проверить на любых внутриканальных наушниках, вы просто их вставляете в уши, у вас очень приглушенно, вы что-то слышите, но в принципе вам хочется их снять, потому что, ну, нет. А в режиме прозрачности снять ничего не хочется. То есть они на полном серьезе просто... Как будто вы без наушников. Это удобно, это здорово, и да. Соответственно, что касается непосредственно воспроизведения музыки, то есть, ну, вот звук, который мы... Чтобы слушать музыку, это все-таки наушники. Басы у них такие, как будто бы просто вот... Вы знаете, что здесь есть бас. То есть он не гудит, как битсы, за гудением реально. Вот покупаете битсы новые, вот у них они выпустили их одновременно с подсами про, и это, соответственно, у вас подсы про с басами, вот с этим вот гулом, который некомфортный. Ну, честно, если вы не слушаете какой-то жуткий рэп, или там какое-то что-то такое... Я забыл, как этот жанр называют. Граем его вспомнил. Если вы не слушаете, играем, вам не нужны вот эти вот гулки и басы, они только бесят. В AirPods'ах их нет. И слава богу, я честно думал, что они будут как битсы. Они не как битсы, у них нету этого гула, у них басы четкие и хрустящие. То есть ты слышишь, что бас есть, он обозначается, и в принципе он даже подкачивает, но в общем и в целом как бы басы не заглушают середину. Середина здесь офигенная, то есть оно прям классно отрабатывает середину. Верхи, ну верхи не такие идеальные, как в каких-нибудь там супертоповых наушниках, или в каких-нибудь колонках там с бириллиевыми твиттерами, но в общем и в целом звук нормальный. Звук, ну, наверное, 7 из 10, типа того. Особенно, я тут недавно, мы с батей вместе слушали, я ему говорю, а вот интересно, с шумоподавлением как-то влияет на звук или нет? И он мне говорит, слушай, ты вот просто прислушайся, с шумоподавлением лучше басы. И после этого я, ну я ему сначала скептически как-то не очень поверил, типа, ну как, при чем здесь шумоподавление и басы. А потом я ходил, когда с шумоподавлением слушал или сидел там дома, действительно, с шумоподавлением лучше басы. И это, возможно, не то, что там ПО, форсированный бас, когда у тебя подавляются шумы. Нет, на самом деле это, я думаю, просто такой звуковой эффект, когда шумоподавление включено, реально нету никаких background noises, никаких таких внешних шумов. А эти шумы, они в принципе тоже где-нибудь там, ну, наверное, 200, 150, 120 Гц, как и примерно, ну, некоторые верхние басы, не самые низкие, которые там 20 Гц, которые гудят, а именно такие хрустящие басы, в принципе, когда ты включаешь шумоподавление, ты их четче слышишь. Вот. И причем я, опять же, скептически очень говорил, вот до вообще этого обзора и до всего такого, я говорю, а смысл вообще? Лучшее шумоподавление – это добавить громкость. Ну, то есть, когда ты добавляешь громкость, ты же тоже не слышишь то, что вокруг. Вот. И это на самом деле неправда, потому что при том моменте, когда ты добавляешь громкость, у тебя верхи, которые более ярко выражены, если посмотреть по амплитудно-частотной характеристике, то эти верхи, они задавливают вообще все вокруг, и ты в любом случае слышишь одни верхи, и у тебя еще и слух портится от этого. Поэтому, как бы, ну, это так себе затея – добавлять звук в качестве шумоподавления. Поэтому, в принципе, практически во всех случаях, если у вас нет какого-то дискомфорта, или если вам не надо прям реально слышать все, что вокруг вас, музыку я бы слушал тоже с шумоподавлением, собственно, я это и делаю. Потому что она, ты ее более четко и чисто слышишь, и да. Что касается ролика с распаковкой, ну, не ролика, это в этом ролике будет, той части с распаковкой, которая у нас была, я там поднял вопрос по поводу зарядки и по поводу отсутствия адаптера в комплекте. Я сетовал, что, как бы, ну, наушники никак не зарядить, если у вас нет там USB-C, Macbook или там компьютер или чего-то другого. Вот. Но потом я понял, что вам ничего не мешает их заряжать просто с помощью тех проводов, которые у вас уже есть. То есть Lightning, USB-A. А Lightning-то никуда не делся, он все такой же. Поэтому можно вашим айфоновским проводом заряжать просто наушники. Тем более наушники вот эти каждый день заряжать вообще не приходится. То есть, если мы говорим о том, сколько они держат заряд, они до хрена держат заряд. Они держат заряд больше, чем вторые AirPods. Это несмотря на то, что у меня всегда включено либо шумоподавление, либо прозрачность. Если не включать ни тот, ни другой режим, они еще больше держат заряд. Вот. И кейс. Мне почему-то кажется, что и кейса хватает тоже на больше. То есть, за неделю я его заряжал раза два или три. Хотя я, в принципе, почти всегда в наушниках. Поэтому они действительно лучше держат заряд. Я не знаю, насколько это будет со временем, насколько у них будет деградировать батарея. Вот. Потому что у хозяев первых AirPods, самых-самых первых, у них у многих уже на час примерно хватает наушников, и все. Они уже разряжаются, и катастрофа. То есть, они... Я не знаю, насколько эти будут хорошо стареть, так скажем. Вот. Но в общем и в целом, да, они действительно круто держат заряд. Поэтому вот такой обзор получился. Вообще, вот эти AirPods Pro, это небольшой флешбек к тому времени, когда у меня были Apple in-ear headphones. Я их покупал в 2013 году, они у меня до сих пор живы. Вот. Я их нашел. Они в очень плохом состоянии. Повторюсь, в 2013 году они были куплены. Вот такая проводная гарнитура. Здесь еще... Это то издание, когда пультик, когда гарнитурный пультик, он был еще вот такой. Не в литом таком корпусе, который переиздали в 2015 или в 2014 году, а вот в таком варианте это было. Они, между прочим, до сих пор работают. И они даже пережили стирку одну. Вот. У них здесь были классические резиночки, которые вот так вот на динамик надеваются. И здесь внутри два динамика арматурных. То есть, один был басовый, а один все остальное. У них вообще офигенный был звук. Лучше звука внутриканальных наушников, чем вот в этих, я нигде не слышал. Так вот, нынешние AirPods Pro, которые Apple сделали, мне кажется, они сделали с оглядкой вот на эти наушники. Они стоили каких-то диких четыре тысячи рублей, когда я их покупал в 2013 году. А по-моему, они и сейчас столько же стоят. Они все еще есть в продаже. Вот. Причем, именно их нету в версии Lightning. Они все все еще с трех с половиной дюймовым. Чего это? Миллиметровым. Не дюймовым. Три с половиной дюйма это много. С трех с половиной миллиметровым джеком. Вот. Их нету в версии с Lightning. Но, тем не менее, да. Вот звук Apple оглянулись и сделали звук вот примерно как здесь. И это круто. Я эти наушники до сих пор храню просто как артефакт. У меня также второй iPod Mini хранится до сих пор как артефакт, потому что это круто. как напоминание о том, когда Apple делали еще прям прям совсем офигенно. Вот. Но что касается AirPods Pro, то я бы им поставил 9 из 10. Просто потом один балл бы я снял за качество микрофона. Ну реально. Ну блин, вы делаете девайс за 21 тысячу рублей, который вы позиционируете как беспроводную гарнитуру. Почему она так дерьмово снимает звук на микрофоне, я не понимаю. Ну то есть я понимаю, форм-фактор, он маленький, и оно беспроводное, то есть там как-то это все переключается. Кодеки там и так далее, все очень миниатюрное, но блин, ну хоть как-то получше. Пусть меньше он каких-то частот хватает, не так тембр голоса передает, но хотя бы более четко и чисто и вообще. А так в целом, повторюсь, 9 из 10, во всем остальном это очень удобно, очень здорово, классно. Что касается цены, тут каждый, наверное, решит для себя сам. Вот. Если просто, вот давайте так, если вы уже собрались покупать AirPods, то есть беспроводные наушники от Apple, обязательно возьмите Pro, переплатите, займите у кого-то, ипотеку возьмите, но купите Pro-версию, потому что, блин, не Pro-версию покупать уже как-то не очень. Причем, я, кстати, допускаю, что Apple, они будут поддерживать обе версии на плаву, и AirPods без шумоподавления, и AirPods Pro, в конце концов, если бы они не поддерживали их обе, они бы AirPods Pro назвали не AirPods Pro, а AirPods 3, то есть, это было бы просто третье поколение. Но нет, это они сделали Pro-линейку вместе с тем, что iPhone теперь тоже есть просто iPhone, и есть Pro-iPhone, вот, и, соответственно, они, да, они будут, я думаю, поддерживать те и другие. Ну, а вы, как потребитель, пишите в комментариях, пишите, что думаете про вот эту рубрику, про эти обзоры, и, конечно же, что вы думаете про эти наушники, сколько из 10 бы вы поставили, вот, и уже давайте подискутируем текстом под этим видео. Всем спасибо за просмотр, все, как вы привыкли, подписка, колокольчик, лайк, это все поднимает наши видосы в аранжировании, в поиске и так далее, и увидимся уже в следующих роликах. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok